Книгу «Девочка в земле» я прочёл в раннем школьном возрасте, в классе третьем. Эта книга, нужно сказать, буквально сразу перевернула мою жизнь. До того я, несмотря на столь нежный возраст, очень любил историческую литературу и особенно любил книги про индейцев. И уже тогда перечитал практически всего Фенемура Купера о Ченгачгуке и Соколином Глазе. Часть книг Аркадия Фидлера о Белом Ягуларе, понятно, Майнрида, ну и список был куда больше. Фантастика мне в те годы не нравилась. И, видимо, я могу объяснить, почему она мне не нравилась. Дело в том, что я же тогда читал историческую литературу, и мне попадалась тогда только историческая фантастика по понятным причинам. А в исторической фантастике земляне либо дикари, либо в лучшем случае живут в условиях рабовладения. Но и мне было очень обидно за землян, за то, что, так сказать, фантастика нас так унижает. Поэтому я предпочитал читать просто исторические книги. И тут вдруг такой роман о будущем Земли и не просто о будущем Земли, а о великом и прекрасном будущем, о прекрасном далеком. Земляне в этом мире далеко не дикари, а Земля – одна из самых уважаемых и самых могущественных планет нашей Галактики. Чудо – норма жизни. Люди счастливы и благополучны. И самое главное – в этом мире совершенно не скучны. Даже дети спокойно могут летать в космос, путешествовать во времени, делать еще многое другое, о чем мы сегодня себе и помыслить, как говорится, не можем. И переживать самые удивительные и увлекательные приключения. Также ребенка тогда буквально потрясло, что в мире прекрасного далека люди берут все в магазинах бесплатно, и денег нет вообще. Конечно, в то, что при коммунизме все будет бесплатно, все слышали, но в 70-х годах 20-го века в это уже не верили даже дети. Вот Былычев все описал так убедительно, что ребенок в это поверил. Вот обложка этой книги. Кстати, именно того издания, которое я прочел в детстве. Вот как она выглядит в полном размере. А вот как выглядел Кир Былычев. Настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко. Он был историком, востоковедом и доктором исторических наук. К этому нужно добавить, что мир прекрасного далека на момент прочтения моей книги отстоял от нашего меньше, чем даже на 100 лет. То есть у ребенка была реальная надежда дожить или почти дожить до этого мира, все увидеть, все эти чудеса своими глазами, но и также брать в магазинах все бесплатно, что тоже тогда для ребенка 70-х имело ой, какое значение. В общем, было от чего загружиться, говорю. После «Девочки с земли» научная фантастика стала моим любимым жанром и остается им последним. Мне сейчас 54 года. «Самое же, наверное, ложное. Я продолжаю верить в то, что прекрасное далека возможно. И я в этом плане хорошо понимаю рыцарей прекрасного далека, фанатов Алисы. Это, по сути, неформальное движение возникло сразу после фильма «Бустей из будущего». Хотя, конечно, я далеко не один из них. Ясно, что у Кира Балычева и близко нет научной проработки того, как создать такое общество. Более того, поздний Балычев ведь подчеркнуто отказался от коммунистической идеи и очень и очень хорошо показал, насколько он ее презирает. Например, младенца про это. Равно, как я не нашел в книгах Балычева и конспирологии. И, полагаю, он и близко не был членом тайного общества «Диск». Но к книгам писателей, членов тайного общества «Диск» я пришел именно благодаря Балычеву. Точнее, благодаря его Алисе. И первым писателем, в творчестве которым я понял, как говорится, что-то не то, для меня стал Иван Ефремов. Я тогда уже был молодым, а не ребенком. Был просто молодым человеком. Учился в высшем военно-политическом училище. И помню, прочел «Лезвие обритв». И когда я его прочел, сказалась учеба в высшем политическом вузе, причем в закрытом высшем политическом вузе. И я понял, что идеология, которая между Строг и Алис Ефремов, близко не коммунистическая, более того, она даже не материалистическая и построена на концепции реинкарнации. Но самое главное, я понял тогда, уже тогда, что на основе идеи Ефремова, а точнее идеи Роберта Бартини, ноосферной идеи или идеи Арестона, создать общество прекрасного далека таки возможно. Я продолжаю верить вот и сейчас. Но об этом, понятно, мы тоже детально поговорим позже. Очень надеюсь, что человечество однажды поймет идеи Диско и Роберта Бартини и пойдет этим путем. Я убежден, что этот путь сможет помочь не только нашей стране, но и всему человечеству. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!